Там открылось? Не видно? Да, что нарисовано Я Ивталий Берух, технический директор Технический директор и смартфон Микрофон попросили Технический директор сейчас занимается работами онлайн По большей части я работаю над сервером А сервер лод написан на Java Сейчас я вам хочу передать опыт запуска сервера ММО-игры на Java Во-первых, хочу сказать немного про Java Java вообще замечательный язык Основное преимущество в том, что Код писать на Java намного быстрее, чем, к примеру, на C++ Пописать его, отлаживать и заниматься прочими вещами Крайней мере я, я пришел C++ Когда я пересаживаюсь с Java на C++ То я прям физически чувствую, что моя производительность существенно падает и падает, можно сказать, в разы У Java есть отличный инструментарий Отличная среда разработки С рефакторингом, поиском И всем прочим, всем, что можно только представить Множество внешних библиотек Отличные фичи в виде Типа рефлекшена, поддерживших средов Хороших поддерживших рецепшенов И прочее, прочее В общем, работать на Java одно удовольствие В результате за время разработки Мы наколбасили где-то 1 300 000 кодов на сервере Который разбит на 210 модулей И покрыт порядка 5000 тестов Все было очень здорово Это светлая сторона Java Однако у Java есть темная сторона Которая начинает себя проявлять По мере того, как вы спускаетесь Все на более и более низкий уровень По мере того, как вы начинаете заниматься оптимизацией Об этом я вам и расскажу Рассказ будет достаточно программистский Так что все тоже предупреждаем Так вот, основные проблемные места Которые мы встречались Я буду упоминать те места Которые находятся на пересечении нашего кода И самого языка Естественно, есть проблемные места, которые связаны Честно с алгоритмами Но о них я не буду рассказывать Во-первых, сама Java библиотека Java соборует уровень язык Непонятные у нее есть свои особенности И работа под нагрузкой Во-вторых, работа с сетью Репликация данных Данных летит на сервера очень много Поэтому там есть свои особенности Работа с ними В-третьих, естественно, работа с памятью Памяти много Все время ее нужно обрабатывать Ну и последняя база данных Это классика У него узкое место В конце концов В конце концов Итак, Java и ее библиотеки По мере работы На Java У меня оставалось все больше впечатлений Что производительность Java Это первый краритет Разработчиков и сам И беспокоит все, что угодно, кроме производительности Комудовство работы, совместимость Составными библиотеками Сделать свечи так, чтобы Программисты не могли сделать ошибки Ну и прочее Ну и где-то там у них Где-то в последнюю очередь Маячит производительность Что тогда хорошо, чтобы он быстро работает В результате получилось вот что Во-первых, в Java нет структур Это очень сильно бьет по производительности К примеру, если вы заводите вектор 3D-шный вектор, у которого 3D-шный вектор 3D-шный вектор То Выделяется динамической кучей У вас появляется объект Динамической кучей На него появляется Воснимательный указатель У него появляется Указатель на таблице Виртуальной функции Тоже воснимательной По сравнению с этими флотами У него появляется Компилятор Который нужен Компилятор Который нужен Компилятор Может в результате У вас Маленький объект Распухает Становится огромным Обращения к нему идут Если оптимизатор Не справится Через ее правильные функции Интересно В общем ужасно В результате Время от времени Мы смотрим Порфилировщик Видим там Миллион каких-нибудь мелких Объектов И время от времени Решаем Что Вот этот конкретный объект Придется Паковать блок Работать С ним Через битву Второй пункт Да Отсутствие прямого доступа К памяти Причина понятна Почему так было сделано Но тоже сильно бьет В полном Третий пункт Это странные Дженериксы Представляете Что такое Темплейси Плюс Джарь есть Аналог Но они сделаны На мой взгляд Очень-очень Странно И вылетать Есть неоптимальности В работе С коллекцией Ну и последнее Бывают сравности С стандартным Третий Сейчас я более подробно Становлюсь на Дженерик При стандартном Третий Итак Пример Есть коллекция Примитивных типов Мы хотим завести Типы Реалист Реалист Типа И От чего-нибудь Типа В Джарь Эти вещи Сделаны Совершенно ужасно Если Реалист которые были реализованы странным образом. В результате у нас использование таких коллекций в сервере запрещено напрочь, а мы используем вместо них специальную библиотеку под названием True, в которой они реализованы оптимальным образом. Есть всевозможные варианты коллекций для всех, где только есть жарик и интимных типов, типа t-short, release, t-float, release, t-float, конечно, мы работаем, там биллион запретено, но зато они работают быстро. Та же самая особенность, когда мы пишем собственноручную, используем собственноручную писанную коллекцию, тоже примитивным типом, приходится писать свою специальную реализацию из того, что входит к членовикам. Второй пункт — это то, что итератор бесплатный, потому что итератор в Java — это обычный объект, который создается в динамической памяти, обращение к функциями, там, next, time, виртуальное, обращение к виртуальным функциям, в результате создания итератора и пробегания по массиву через этот итератор стоит очень дорого. Конечно, разработчики жалые обещают, что у них есть различная оптимизация компилятора, но они по просмотрам результатов, результаты профилировки нашего сервера не особо помогают, поэтому итераторы мы стараемся не использовать вообще. и в результате всего этого нужно очень аккуратно работать с генерик алгоритмами, особенно когда вы втыкаетесь на обобщение примитивных типов. Следующая работа — стандартные библиотеки. Вообще в Java отлично стандартные библиотеки, их очень много и очень удобно. С алгоритмической точки зрения они написаны все оптимальны, все удобно сделано. Однако бывают свои, так сказать, как в анекдоте. Есть такой анекдот, нюансы. Во-первых, в некоторой библиотеке не настолько процветно, насколько это обгал в документации. У нас было несколько случаев, когда использует библиотеку, она всегда процветает, задает вопрос, раз — доток. Доток — да, вот такое было. Это приходилось обходить, либо использовать библиотеку более аккуратным способом, либо вообще писать свою реализацию целиком. Второе — бывает не оптимальный код. К примеру, в сетевом движок на переработе сеть у Java есть некоторые очень дорогие операции, которые использовать не рекомендуется. В результате мы так писали свой движок, чтобы этих операций там не было. Написали, симптомизировали, спускаем операции прямо налево-направо с их сайта. После разбирательства в ОТФ, что такое происходит, оказалось, что Java-библиотека эти операции с удовольствием использует, и дает нам падение производительности. То есть нам пришлось переписывать свой движок таким образом, чтобы Java-библиотека не попадала в ту ветку, в которую она использует эти минимальные операции. Бывают такие особенности редко, но случается. Следующий пункт — это сеть или пикарция данных. На сеть идет очень большая нагрузка сервера. У нас даже несколько машин только тем занимаются, что гоняют трафик между клиентами и сервером. Поэтому там нужно все писать очень и очень аккуратно. В этом встречаются проблемы. Ну, во-первых, проблемы с API, о которых я уже упомянул. Приходится писать в операторах. Во-вторых, мы всюду используем вейтфли алгоритмы. То есть у нас нигде в сколько-нибудь загруженных местах нет блок синхронизации, никаких блокировок, ничего такого нет. Нигде какой из потоков я должен ждать чего-нибудь другого потока. В-третьих, минимум личное копирование памяти. Ну, понятно. В-четвертых, обязательно нужно балансировать. Если у вас сервера сильно нагружена, то нужно как-то уметь снижать нагрузку, то количество памяти и процессоров, сколько отжарает там сеть. Ну, во-вторых, если с клиентом у вас плохой канал, то очень плохо делать так, что клиент будет от этого отваливать. И поэтому нужно уметь уменьшать драки, которые на днях идут. Ну и последнее.